В Академическом театре имени Горького в паркетном зале прошла пресс-конференция, посвященная закрытию театрального сезона и финальной премьере самого масштабного спектакля этого сезона в джазе «Только девушки». На вопросы СМИ и представители культурного сообщества отвечали режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра, народный артист Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звенятский, художник по костюмам Андрей Климов, музыкальный руководитель Инна Звенятская, главный балетмейстер Анатолий Анищенко, художник по свету Евгений Виноградов, художник видеодекораций Илья Шушаров, а также занятые в премьере артисты Наталья Овчинникова и Валентин Запорожец. Я просил только одно актеров и вот присутствующих здесь такое количество крепость, такую плотность режиссерско-художественно-постановочной части актеров, чтобы не было мелодрамы. Я не хотел пошлости, я не хотел, чтобы скатились в музыкальную комедию. Мы это преследовали. В джазе «Только девушки» значатся по программе как гранд-ревью в двух действиях по книге Питера Стоуна, по киносценарию. Некоторым нравится «Погорячее» Уайлдера и Даймонда по рассказу Террина, однако место действия перенесено из 30-х в 50-е годы. По словам Инны Звенятской, музыка в спектакле звучит в современной аранжировке. У основных действующих лиц есть свой инструмент характеристика. Душечка Арфа, Джо Джозефина Саксофон, Джерри Дафф на контрабас, Озгудфилдинг Рояль. Это огромное удовольствие, потому что ты получаешь... Ну, я не могу сказать, что это было сложнее там где-то... Ну, сложнее, наверное, только в том случае, что здесь и танцы, и песни, и большая ответственность, потому что все прекрасно знают фильм. В любом случае, все будут сравнивать, проводить какие-то параллели. Вот, и нужно было найти какой-то свой, наверное, образ, чтобы сильно не пересекаться с великолепной Мэрилин Монро. Тут я могу сказать и за Дениса тоже, что для нас это, конечно, впервые. Ну, на сцене мы поем впервые в таком количестве и в таком качестве, когда ты понимаешь, что все равно результат должен быть не получилось, а должно получиться. И весь аппарат, все это у нас не развито и не проработано было все это время, поэтому для нас, конечно, это было очень сложно. Плюс добавлялись еще каблуки, парики, все это течет, бежит. Мейкап. Мейкап, которым сидели с Денисом, наши жены тренировали, мы пытались как-то это попасть. После премьеры труппа театра сразу отправится на гастроли в Якутск, где будет сыграно шесть спектаклей. Напомним, следующий сезон для Приморского краевого академического театра имени Горького является юбилейным. Театр отмечает 90 лет. В честь знаменательной даты в театре пройдут юбилейные вечера, мастер-классы и различные праздничные мероприятия. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова